Приветствую вас, мои дорогие рукодельницы! С вами Наталья Левинская, мастерская рукоделия волшебные клубочки. Сегодня у нас пятый шаг по плетению нашей совы в технике макраме на кольце. На предыдущем уроке у нас готовы глаза и клюв нашей совы. Предлагаю сделать замыкающий ряд квадратных узлов до клюва. По два шнура с двух сторон мы откинем в стороны, они у нас не участвуют в плетении. И сделаем в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду 10 квадратных узлов в ряд. Пять узлов у нас до клюва и пять после клюва. Получилось! При завязывании узелков в этом ряду не подвигайте их близко к предыдущему ряду, старайтесь, чтобы у вас получилась линия под клювом. Вот так вот, в одну линию, чтобы они встали. Теперь самый ответственный момент. Мы плетем ягодки. Тело совы у нас будет таким вот узором объемным, как мы делали три ягодки на лбу. Но нам их предстоит сплести много. Первый ряд ягодок у нас получится в шахматном порядке. Вот откинем еще по два шнура с двух сторон, слева и справа, и на остальных будем плести змейки из квадратных узлов. Опять по четыре узла. Вспоминаем, как мы плели на лбу вот эти вот ягодки и повторяем этот узор. по четыре узла. Каждая змейка у нас получится. Воспользуемся крючком, протаскивая два шнура основания между квадратными узлами предыдущего ряда. Подтягиваем и двумя рабочими шнурами закрепляем, наплетая еще один квадратный узел или двойной плоской. Вот так я подтягиваю аккуратно сначала за основание и потом только завязываю вот этот узелок и закрепляю вторым петельным. Вот получилась первая ягодка. Вторую в шахматном порядке. Она получается прямо под глазом. Начинаем плести не подтягивайте близко узел к верхнему ряду, чтобы вот это вот отверстие оставалось свободным и нам было удобно крючком подцеплять шнуры основания цепочки. Продолжим наше плетение. Субтитры добавил DimaTorzok первый ряд ягодок готов второй ряд ягодок плетем в шахматном порядке и повторяем узор до низа когда у нас не останется вот последние три ягодки кстати если вы хотите сделать поменьше немножко тела совы то можно начинать с ягодок в количестве 7 штук они 9 как у меня в этом случае квадратные узелки вот здесь будут плоскими не ягодки а просто квадратные узелки и тогда тело будет чуть-чуть короче но я хочу побольше его сделать чтобы сова у меня была по длине размер длина той шнуров у меня позволяет внимание уточняющий момент я примерила очки моей сове и вот обнаружила такое что первый ряд ягодок моих очень высоко то есть очень близко глазкам находится и мои глаза будут смотреть вниз и причем бахрому вниз по низу этих колец мне не сделать реснички будут только сверху и с боков если вы хотите полноценные реснички по кругу как в оригинале на фотографии в авторской работе то советую сплести еще три ряда квадратных узлов в шахматном порядке под глазами а потом только начинать узор ягодки вот как мы здесь вот заполняли зону под ушами также заполнить ее еще тремя рядами шахматной шахматкой из квадратных узлов и потом только начинать тело но в случае если кольцо у вас маленькая меньше 30 сантиметров ну 25 или 30 то тело совы в этом случае опустится ниже кольца но это ничего страшного я покажу как сделать внизу крепление это не будет влиять на красоту работы потому что лапы совы в любом случае у нас ниже будут и они будут держать какую-нибудь палочку или веточку ниже и хвост пойдет тоже ниже так что смотрите сами по гармоничности вашей совушки и выбирайте свой вариант плетения я оставлю пожалуй так и сделаю очки не полностью распушенными она у меня будет как бы в очках вот здесь не буду закрывать полностью эти кольца это мой вариант а как выберите вы пишите ниже в комментариях и если что-то непонятно я подскажу сколько рядов добавить ниже глаз а а а а а а и так у нас плетено 6 рядов узором ягодки это 39 ягодок получилось и теперь хочу дать некоторые практические рекомендации по формированию такого узора объемного первую рекомендацию вы уже от меня услышали если помните если вы хотите чтобы зрачки глаз находились в центре очков совы то опустите узор ягодки на три ряда квадратных узлов шахматном порядке ниже то есть под глазами сначала сплетите три ряда квадратных узлов шахматкой и только потом начинайте узор ягодку то есть голова совы немножко вот так вот увеличится вот эти крайние шнуры вы тоже проплетаете как и под ушами вот эти вот ряды далее рекомендация 2 если вы хотите узор более рыхлый чтобы сами ягодки не так близко были друг другу а чуть-чуть так вот по объем не то тогда начиная формировать следующий ряд оставьте вот здесь вот расстояние не сантиметр как делаю я если оставить сантиметр ягодки будут близко друг к другу практически без расстояния если оставить побольше сантиметра 2 вот так полтора-два то увеличится расстояние между рядами и тело совы естественно в этом случае немножко удлиниться рекомендация номер три чтобы сама ягодка была более рыхлой пышной не затягивайте узлы в цепочке из квадратных узлов очень сильно пусть они лежат свободны и не подтягивайте за шнуры основания все узелки вот так вот к верху вот как они сами формируются так пускай цепочка и образуется тогда длина этой цепочки будет немножко длиннее чем если бы вы подтягивали шнур и ягодка будет казаться объемнее совет номер три перед тем как затягивать ягодку сформируйте ее пожалуйста вот так вот и положите все шнурочки правильно я подтягиваю сначала за шнуры основания формируя ягоду и только потом затягиваю фиксирующий узел рабочими шнурами вот так сплетем еще один ряд седьмой где у нас будет 3 ягодки итак сформировали последний седьмой ряд узора ягодками на животике нашей совы вот так у меня получилось повторяйте за мной желаю вам удачной красивой и ровной ягодной поляны на ваших совушках на животах ваших совушек и я вам скажу что этот узор это нечто это какой-то просто релакс тактильные ощущения неповторимые сплетите этот узор порадуйтесь вместе с нами покажите результаты а я благодарю вас за просмотр данного урока не забывайте пожалуйста ставить лайки и писать комментарии этим вы поддерживаете наше сообщество наш канал на этом урок закончен всех благодарю и пока